Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по взбройзу. Штрэбух! Хайбурс, ребятушечки, с вами расхититель мусорных баков, недостантер, штрэбух. Собственно я, я захотел научиться стантить на скутере. И это вторая серия про мой путь к станту. В первой серии, вы скорее всего помните, а да, кто не видел первую серию, обязательно посмотрите внизу в описании. В первой серии я купил себе Yamaha Aerox. Да, это крутой очень скутер, но он не на 50 кубовом был двигателе, он был 100 кубовый. А почему был? Потому что я его уже обменял на совершенно другой скутер, который больше мне подходит для обучения станту. Тот Aerox был очень тяжелый, он прям уже для профессионала. Он пер в принципе неплохо, и вообще в целом он мне нравился, но посадка была неудобная, он очень тяжелый. В общем Aerox никто не покупает для того, чтобы на них учиться стантить. Изначально я это не понимал. Я в целом вообще в скутерах особо не разбираюсь. Штрэбу, хора играть, поехали на скутере катать. Да, сейчас, немножечко мне тут миссию пройти только в Гранд Мобайл и все. Да-да, ребят, свободное от съемок время я играю в эту крутую игру, называется Гранд Мобайл. Эта игра доступна на телефоне. И то есть именно в телефоне я могу погрузиться совершенно в другой мир. Ну и конечно же это реклама, но и без рекламы я играю в эту игру. Игра совершенно бесплатная, и чтобы ее скачать, нужно перейти на сайт, нажать там кнопку начать играть и погрузиться в мир реальности на телефоне. А еще по промокоду Штрэбух вы получите 30 тысяч, гелик и випку. А среди тех, кто установит игру и встретит меня в ней, мой ник, кстати, расхититель-кормилец, я лично дам денег прямо в игре. Ссылочки, ребят, в описании. Так что дерзайте и встретимся в игре. Купил я его, как вы помните, за 35 тысяч рублей. Прошел где-то месяц, как я с ним ковырялся в гараже. И за этот месяц я в него вкинул тоже примерно 35-40 тысяч рублей. И по факту ничего не поменялось. Я поставил ту Ассепу Молоси Флай. Пружинки желтые, колокол Молоси поставил. Ремень какой-то за тысячу, шкивы там прямые. И, в общем, весь список того, что на нем по итогу стояло до того, как я его обменял на другой скутер, на экране. Помню, вот карбюратор менял на другой, потому что тот тек, как 40-летняя женщина. В итоге я бы в этот Аэрок сбухал бы еще, я не знаю сколько, ну, тысяч 40. И по факту деньги были бы на ветер. То есть я бы мог в него вложить хоть там 200 тысяч рублей. Продал бы я бы его, ну, где-то тысяч за 80 максимум, потому что они никому не надо. Ценятся Аэроксы 50-кубовые на водяном охлаждении или на воздушном, но именно полтиннике. А 100-кубовые не ценятся и очень дорогой на них тюнинг. Когда я начал вникать в эту тему со скутерами, я понял то, что мне нужен совершенно другой аппарат. Поменьше, попроще, полегче. И чтобы его тюнить было проще и дешевле. Для обучения станта лучше всего подходят два вида скутера. Это Ямаха Джок и Хонда Дио. Хонда Дио откидываем, потому что что-то их хейтят. И, ну, на них катаются, можно стантить. Но лучше всего для цели обучения станту является Ямаха Джок. И Аэрокс я обменял на Ямаха Джок. Это не обычная Ямаха Джок, а на тюнинге. На фуловом тюнинге он валит просто капец. Поэтому сейчас мы поедем кататься на моем новом скутере, на котором я буду обучаться стантить на заднем колесе. Ну, а с вас обязательно лайк. Да, ребятки, вот эта пушечка гоночкой и... Ну, так валит, что я того рода... Это просто жесть. Короче, что у нас по конфигу? У меня все записано, потому что я это, ну, не запомню никого в жизни. Сцепление Malossi Fly, плюс колокол DLH, вариатор Malossi Multivar, ответка щека Malossi Ventilivar, выхлопная система Athena Sport, карбюратор Delorte 19, плюс налевик по линии 90 градусов. А еще в нем стоит колено MHR. Это что-то типа вроде Malossi MHR, как-то так. Тюнинга здесь очень много, и он едет максимально быстро. Я его даже ставил со слайдером, ну, знаете, я думаю, Yamaha слайдер. Короче, ставил его со слайдером, он со слайдером едет наравне. И с уткой тоже едет наравне еще даже быстрее. С Yamaha Champ он тоже едет наравне примерно. Короче, валит просто пипец. Изначально, когда я обменялся на Aerox, в этом скутере не было переднего тормоза, не было тросика. Тросик я купил за 200 рублей или 300, не помню. Далее поставил сюда ручку, валялась тоже. Ну и ручку газа. Еще ремень купил новый за 1000 рублей, короче, какой-то там ремень. И все, больше ничего вкладывать не надо, сел и поехал. Сейчас попробуем замерить его максимальную скорость, а потом я буду учиться на нем стантить. И вы посмотрите, получится ли у меня с первого раза стантить или нет. Потому что вообще это очень сложно, этому учатся годами. Я скачал специальный спидометр, который покажет максимальную скорость. Кладу его в багажник. И начинаю наваливать ребитки. Перчаточки, кстати, по помойкам лазить. Ну, на скутере тоже пойдет. А что, вот так он заводится. Сука. Заводись, падла. Все, походу, приехали. О-о-о! Продолжение следует... Ну что, давайте посмотрим скорее, блин. Какая же там была скорость-то максимальная. Показывает максимальную скорость 63 км в час. Но я уверен, ребят, что это не предел его возможности, потому что здесь трасса максимально короткая. То есть дистанции для разгона мало. Вот если выехать бы на какую-то трассу за городом и там как-то втопить по максималке и пожать подольше, тогда будет скорость, ну где-то 75 у него будет скорость, может даже под 80. В целом неплохо, а сейчас буду учиться стантить. И вы посмотрите, как у меня это получится в первый раз в жизни. Вообще это очень страшно и непросто научиться стантить. Это очень тяжело. Люди этому учатся годами. Надеюсь, кстати, я не разложу здесь, потому что это очень опасно. Всегда одевайте шлем и пусть вас не кормит помойка. Субтитры сделал DimaTorzok Капец, ребята. Ребят, он делает, я просто в шоке. А вы что думали, что это я? Никто даже не поймет. У него куртка больше, чем я. И он думает, они не поймут. Да, точно не догадаются. Этому учатся годами. Просто парень катает всю жизнь, ребят. Всех приветствую, Никита Марин. Занимаюсь надрадиком 8 лет. Катаюсь на данном скутере Yamaha Slider. Самый топовый райдер Краснодара прямо перед вами. Он гоняет как бешеный. Я когда первый раз тебя увидел, я просто охерел. От твоих финтов, как ты делал. Я просто, ну, мне страшно было просто рядом стоять. Потому что ты на заднем там вот эти стопи делал. Ты, получается, этим с детства занимаешься. Как тяжело было научиться всему этому? Или это все у тебя пришло со временем, с годами? Это пришло с опытом все. Мне нравилось кататься. Я хотел заниматься трейдингом. Смотрел всякие видосы FZM. Это было еще в году 15-м, что ли. Ну, в общем, очень давно. И захотелось просто кататься. Все с опытом пришло само. Долго ты учился становиться на заднее ехать? Неделю. Неделю, да. Короче, если я захочу научиться, у меня уйдет неделя. Это как минимум. Это каждый день, да, надо? Выезжай, главное желание, и будет само все. Подписывайтесь на группу True Team. Ссылка в описании во Вконтакте. Подписывайтесь, переходите. Там много интересного будет. Создали недавно группу моих друзей. Они делают красиво. В общем, все на уровне. Все, кто из Краснодара, все, кто интересуется подобной темой, которая мне уже интересна на заднем ездить, стандрайдинг, то ссылочка в описании. Залетайте, подписывайтесь. И будьте в нашей уже семье. Потому что я уже тоже немножечко в семье. Или нет? Пока нет, потому что на заднем не учился. В принципе, можно считать, да. Ты уже был в колесном, поэтому ты уже в семье. Ну, все, кто в дух колесном, не глотайте колеса. Будьте в семье скутеристов. Что, Никитос, может покажешь, как ты умеешь делать по красоте? Да без проблем. Артем, подскажи, вот как мне обучиться вот этому делу на заднем ездить? Все просто. Даешь газ, в момент раскорта мопеда, дергаешь его на заднее колесо, выдергиваешь его жопой. Всегда держишь два пальца на заднем тормозе. В случае переворота отпускаешь газ, нажимаешь два пальца. То есть я с задним тормозом буду контролировать. Баланс. Самое главное, не забудьте отпустить газ. Ну что, сейчас походу я разложусь. Ну, надеюсь, что нет. Сейчас буду учиться, ребят. Настал тот знаменательный день, когда уже пора. По идее, если я неделю буду каждый день учиться ездить на заднем, то я научусь все равно. А сегодня у нас первый день. Ставь ноги. А теперь локти, делаешь ли полностью прямыми? Нет, вот так вот. Ну, чуть-чуть нас гиби. Вот так вот. Низьмись к рулю. А, так тоже ровно все. Поставь две ноги, мы тебя держим. Держи, две ноги ставь. Вот смотри, вот эти точка баланса, вот она. Чуть-чуть еще, чуть-чуть руки расслабляй. Расслабляйся, назад, назад, спина должна. И вот так вот. Еще, еще, еще. Левая рука прямая должна стать у тебя. Все, тебя повело в сторону, ногу кидаешь и чувствуешь плюс-минус баланс. Вот-вот, ты сейчас делаешь, чувствуешь мопед, как тянет? Ага, ну вроде, да. Вот так вот баланс чувствуется, жмай, аккуратно. То есть вот до этого угла прям на его поднимать? Точка баланса, когда у тебя мопед сам кайс проводит. Да, это еще рано, просто. Нет, это точка баланса, я вам точка баланса хочу показать. Вот вроде, видишь, я его держу, вот он не двигается. Вот это оно. Плюс-минус такой, еще перегазовал, еще, еще, еще. Еще? Вот, это точка баланса, это что? Это перебор. Нет, это точка баланса. Плюс-минус такой угол должен быть, и ты его должен чувствовать. Самое главное при обучении, потому что потом будет тяжело от этого тычиться, не жаться к рулю. Но на прямых полосах в таких руках ты не получится. Плюс-минус вот так. Вот так. Да, ты ездишь с собой свободнее, но к рулю никогда не жмешься. Ага. Точка баланса, ребят, должна быть. Вот я ее должен сейчас буду поймать. Сейчас, ребят, Никита покажет точку баланса мне. Абур, ребят, я понял, короче, примерно понял. Все, буду пробовать. Сейчас, не дергай. Едешь аккуратно на газовал, чувствуешь, когда мопед уходит в раскрут. Ага. Когда у него рывок хороший есть. Когда он, короче, входит в резонанс. И в этот момент его просто дергаешь аккуратно. Ты большое давление делаешь на вилку, я прям вижу. Ага. Просто аккуратненько жопой его дергаешь и так вот. Жопой вот так, короче. Да. Ну, сейчас его надо еще почувствовать. Вы даже чуть-чуть выталкиваешь, так. Почувствовать. Фух, ребят, капец, я устал. Руки болят. Это очень тяжело учиться стантить. Короче, спасибо огромное пацанам за то, что рассказали, как это правильно мне делать теперь. Буду учиться. Ссылка на группу пацанов в описании. Подписывайтесь. Все, кто катает на двухколесной транспорте. Ну, а мне предстоит как минимум 7 дней обучения, чтобы начать ездить на заднем. Я сейчас покатался примерно минут 15. У меня руки просто болят. Капец, непривычки. Спасибо всем за просмотр, ребятушечки. И, кстати, помимо того, что я обменял Aerox на вот этот заряженный джок для обучения станту, я купил себе еще один скутер. И вот он, собственно, на фоне стоит. Вы можете написать в комментариях ваше мнение, ваши догадки, какой именно это скутер, но говорю сразу, он вообще не для моего уровня. На нем я выезжаю крайне редко. Он у меня стоит, пылится. Я сейчас буду гонять на джоге. Ну, а этот скутер просто самый легендарный. Пишите ваше мнение в комментариях, что это за скутер, ребятки. Ну, а я полетел дальше обучаться стандрайдингу. И увидимся в следующей серии. Там я покажу, чему я обучился за неделю. И сделаем обзор и тест-драйв вот этого скутера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!